Итак, доброе утро, друзья! Поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня хорошо видно и слышно. Напишите в чате, какая связь. Еще раз, ага, так, отлично, вижу уже, плюсики добавляются. Замечательно. Ну что, как у вас дела, как сейчас состояние? Напишите, пожалуйста, как пошло домашнее задание, делали ли вы вчера махалки, наши упражнения, остальные. Напишите в двух словах, получилось ли. И что из упражнений вам удалось легко? Хорошо, да, то есть мы постепенно уже привыкаем вставать чуть раньше. Делали ли вы махалки вчера и другие наши упражнения, дыхание, похлопывание, то, что мы с вами делали во вторник? Молодцы, молодцы, все получилось, это радует. Кто еще делал, признавайтесь. Да, да, ну на самом деле утром мы делаем акцент больше, конечно же, вечером это для того, чтобы снимать напряжение, для того, чтобы в сон уже в таком более расслабленном состоянии ложиться. Ну что ж, вы молодцы, дописывайте еще, если есть какая-то еще обратная связь о том, как вам пошли наши упражнения, как вы их делали. Итак, анонс на сегодня, что у нас сегодня будет очень кратко, потому что действительно очень много всего новых упражнений, интересно, с вами очень хочется поделиться поскорее. Сейчас мы закрепим сначала, еще раз пройдемся по тому комплексу, который у нас был во вторник. Еще раз помашем, все сделаем то же самое. И потом на второй части нашего занятия мы познакомимся с новыми практиками. Это практики также очень интересные, очень простые и при этом очень эффективные. Они у вас тоже останутся на домашнее задание, но об этом чуть позже. И эти техники, которые мы будем сегодня делать, они также нацелены на то, чтобы тело расслабилось, на то, чтобы ушли все защитные напряжения, все какие-то фоновые, тонус не очень нужны нам, в спине, в позвоночнике, во всем теле. И при этом они очень энергонасыщающие. Вы сегодня уже на себе это попробуете и увидите, как они работают. Сейчас я вас попрошу еще написать в чате, как вы себя сейчас чувствуете по шкале от 1 до 10. Поставьте, пожалуйста, цифры. И буквально одним, может быть, одно-два слова, чего бы вам хотелось сегодня в эффекте. Какой бы вам хотелось эффект в занятии после того, как мы позанимаемся, какой вам хочется результат. Итак, я жду. Пишем свое состояние от 1 до 10. Отлично. Я не устала, хочу встать. Так, хорошо. Расслабиться. Энергия плюс мотивация. И числа. Не забываем поставить. Если оценивать. Хочется спать. Нормально абсолютно. 9. Здорово. Так. Ну да, это Настя, конечно. Хочется спать. Скоро пройдет. Сейчас мы обязательно будем активизироваться. Так, ну что, 6, 9. Какие еще приходят? Да, да, есть упражнения для того, чтобы вставать легко. Сегодня мы еще об этом, ну, еще раз вы попробуете наши прошлые техники. Узнаете еще новые. И у вас будет в конце, ну, не буду заранее говорить, в конце будет упражнение, которое вот как раз нацелено на то, чтобы настроиться уже с вечера на легкий утренний ранний подъем. Получить энергию и позитив. Прекрасно. Ну что, тогда начинаем. Я вас попрошу сейчас сесть. Смотрите, если что-то будет непонятно в течение занятия, пишите, я буду периодически подходить к чату и отвечать. Ну, вдруг, если возникнут какие-то вопросы. И сейчас садимся, устраиваемся удобно, как мы с вами начинали с настройки в прошлый раз. Садимся, можем сесть точно так же на пятки, можно сесть по-турецки. Но я рекомендую все-таки этот вариант, он больше, ну, такой более оптимальный. В нем можно сидеть с прямой спиной. И прикрываем глаза. Почувствуйте сейчас себя, почувствуйте свое состояние. Какие бы ни были сейчас мысли, какое бы ни было состояние на сейчас, просто позвольте ему быть. Мы наблюдаем, как в кино вы со стороны, за тем, о чем мы сейчас думаем, если просто расслабиться. Что на самом деле за фон у нас внутри? Какое эмоциональное состояние? Мы отмечаем это. Никак не оцениваем, все равно. Даже если хочется спать, даже если там сейчас не очень позитивное состояние, ничего страшного. А мы просто это замечаем, это главное. И почувствуйте опору под собой, почувствуйте, как вы сидите на полу. Как ваше тело отдает вес в пол. Чуть-чуть коснитесь вперед-назад. Лево-вправо. Найдите самое сбалансированное положение для тела, для корпуса. Почувствуйте ноги, таз, пояс, живота и поясницы, спину, грудную клетку. Почувствуйте плечи и руки, лопатки, шею. И почувствуйте голову. Расслабьте мышцы лица. Расслабьте область межбровья, глаза, нижнюю челюсть. Те зоны, в которых скапливается больше всего напряжения на лице. И почувствуйте все тело целиком. Как сейчас вы дышите, как внутри вас движется ваше дыхание. Чем вы дышите сейчас больше, грудной клеткой или животом? Насколько легко вам дышится, сколько равномерно вы ощущаете движение дыхания внутри себя? Настроитесь на занятия. Подумайте о том, в результате, который идет к концу занятия. Энергичность, позитив. Что-то еще может быть. Хорошо. И делаем плавный глубокий вдох. Поднимаемся. И становимся только параллельно. Чуть-чуть подсогнутые коленки. Наша пружинка, наша стойка. Немножко проворачиваем таз вперед. Так, чтобы поясница была неправильна. И кладем руки на талию по бокам. Помните, да? Дыхательное упражнение, с которого мы начинаем прошлое занятие. Делаем плавный вдох. Ощущаем, как он постепенно расширяет вниз. Расширяет живот, расширяет талию. С выдохом чуть-чуть надавливаем ладонями на бока. Позволяем телу выдохнуть глубже. Делаем снова плавный вдох. И мы руками все время немножко препятствуем и вдоху, и слегка надавливаем на выдохе. Наша задача сейчас активизировать, включить эту зону, включить ее дыханием. Плавный вдох и плавный выдох. Ищем движение в области спины, в области поясницы. Вы можете ощущать, что слегка начинает двигаться также таз. На вдохе он слегка проворачивается вперед, освобождается здесь, сзади, освобождается поясница, появляется больше пространства. На выдохе таз уходит чуть-чуть назад. Это очень небольшое движение, совсем маленькое, не амплитудное. И вы можете попробовать чуть-чуть его включить сознательно мышцами. На вдохе таз проворачиваем вперед, поясница становится более ровной. На выдохе таз слегка уходит назад и чуть-чуть поясница прогибается. Это как такой дополнительный момент в этом упражнении. Если сейчас не совсем понятно, вы можете пока что его не включать. Но в целом это дает еще более глубокий эффект. Хорошо. Еще несколько дыхательных циклов. Расширение на вдохе, с выдохом чуть-чуть подавливаем ладонями. Глаза лучше прикрывать сейчас, для того, чтобы вы лучше почувствовали тело. Хорошо. И мы заканчиваем на вдохе. Ставим руки чуть выше. В этот раз мы ставим их на ребра, нижние ребра. По бокам точно так же. Получается, пальцы все впереди, большие сзади. И мы снова делаем глубокий вдох. Здесь еще проще будет отслеживать расширение. Более очевидное расхождение ребер с выдохом. Чуть-чуть надавливаем ладонями. Делаем вдох. Вмечаем, как ребра расходятся в стороны. Появляется больше пространства в грудной клетке. С выдохом немножко полкаем ладонями ребра по бокам. Снова вдох. И выдох. Сейчас акцент на этой зоне. Но пояс, живота и поясницы тоже включаются в движение дыхания. Мы его уже раздышали. И мы стараемся вдохнуть и животом, и низом грудной клетки, нижними ребрами. Вверх грудной клетки пока что не включаем дыхание. Вишем внизу. Отлично. И постепенно дыхание будет становиться более глубоким, более плавным, длинным. Причем оно будет становиться само собой, без ваших усилий. И это очень хороший показатель того, что тело переходит на режим накопления ресурса. Когда у нас замедляется дыхание, когда оно становится ровным, плавным и глубоким, это говорит о том, что мы сейчас убираемся силы, набираемся ресурсов. Хорошо. И здесь мы тоже заканчиваем на вдохе. И поднимаем руки чуть выше, ставим их по бокам на грудную клетку. Здесь тоже делаем глубоким, плавным вдох. Ощущаем, как расширяется спина, слегка расходятся лопатки. С выдохом чуть-чуть надавливаем ладонями на грудную клетку по бокам. Но вдруг расширение всего объема грудной клетки, живота. С выдохом слегка полкаем ладонями грудную клетку. Продолжаем дальше. У нас, в принципе, в физиологии устроена так, что есть два основных режима в теле. Это расход энергии, когда мы активно что-то делаем. И когда мы накапливаем ресурс. Сейчас мы с вами накапливаем ресурс. Продолжаем делать. Отлично. Я подхожу, проверяю, есть ли какие-то сообщения. Продолжаем. Будет ощущение того, что наши лопатки расходятся в стороны, сзади на вдохе. Мы постоянно ищем телеобъем. Причем не только в этом упражнении с дыханием, но и во всех остальных. Расправление изнутри. Сейчас, даже если это не совсем понятно, дальше будет проще. С навыком просто придет это ощущение объема внутреннего оживления, тонуса. Хорошо. Делаем еще один глубокий вдох. И на вдохе заканчиваем. Если руки устали, можно чуть-чуть их потрясти, бросить напряжение. И мы начинаем простукивать наш центр. От поясницы к животу, от центра поясницы к центру кубку. Несколько раз. Мягко просыпаемся. Ладонь расслабленная. Мы очень мягко себя простукиваем. И потом по внешним сторонам ног идем вниз, опускаемся. По внутренним поднимаемся вверх. Проходим в паковой складке. Снова по внешним сторонам и друг вниз. По внутренним поднимаемся. Вы также можете синхронизировать это движение с дыханием. Когда идем вниз, это вдох. Когда идем вверх, это выдох. Хорошенько простукиваем до ощущения тепла, жара в ноги. До такого ощущения движения от нога. Хорошо. И дальше. От центра между лопатками. Внешняя сторона одной руки. По внутренней возвращаемся. И также мы это делаем на вдохе по внешней стороне руки. На выдохе по внутренней. Несколько раз. До ощущения тепла, жара движения. Другая рука. Кому-то нужно больше циклов послопывания. Кому-то меньше. Это индивидуально. Так что наблюдайте за своими ощущениями. Хорошо. И дальше мы переходим на шею. Простукиваем аккуратно подушечками пальцев. Шею сзади. Доходим до линии лба. Как такой град. Тоже легкие совсем постукивания. И лицо. По центру спускаемся. По внешним сторонам лица поднимаемся вверх. Несколько раз проходимся. Как бы снимая с себя маску. Разминая лицо. И вот так. И все спускаем в центру. Хорошо. Делаем вдох. И выдох. Отметьте сейчас, как что поменялось в ощущениях в теле. Мы стараемся каждый раз после каждого упражнения это замечать. И следующее. Что мы делаем? Левая рука на центр живота. На центр кубка. Вдох. Правая рука идет вверх. И мы толкаем правой стопой пол. Мягко выталкиваем ребра справа вверх. Хорошенько вытягиваемся. Раскрываемся по всей правой стороне. С выдохом. Опускаем правую руку. Вдох. Левая рука идет вверх. С выдохом. Опускаемся. Здесь нет задачи сильно наклониться к корпусу. Есть задача вытянуть, расправить правую руку. Вытолкнуть ребра с одной стороны, в другой вверх. Снова правый. Выдох. Опускаем. Левый. Выдох. Опускаем. И грудная клетка. Вдох. Мягко раскрываемся. Выталкиваем грудную клетку вперед. Выдох. Выталкиваем область между лопаток назад. Снова вдох. Раскрываемся. Выдох. И третий раз. Вдох. И выдох. Заканчиваем на вдохе. С выдохом. Расправляемся. И что мы делаем дальше? Я стану боком, чтобы было видно лучше. Чуть-чуть подсогнутые колени сначала. Упираемся в основание бедер. И выталкиваем вперед макушку. Как бы вытягиваясь вслед за головой. На вдохе мы еще больше вытягиваемся вперед. Тянем макушку вперед. Выдох. Чуть-чуть расслабляемся. Снова вдох. Упираемся ладонями бедра. И выталкиваемся вперед. Как бы стараясь вытянуть позвоночник из таза. На вдохе. На выдохе. Расслабляемся. И последний раз. Тоже вдох. Вытягиваемся. И выдох. Расслабляемся. И сейчас я наклонюсь. Мы просто опускаем, обнимаем себя за плечи и опускаемся вниз. Расслабляем шею. Расслабляем плечи. Провисаем. Хорошо. С волной поднимаемся. И исходное положение. Наши стопы параллельны. Помните, да? То есть, как будто бы мы сейчас поедем на сноуборде или в метро едем. Под согнутые колени. И мы начинаем движение руками. Выталкиваем вверх. На вдохе с выдохом бросаем вниз. Вдох. Вверх. Выдох. Вниз. Выталкиваемся, как пружинка, ногами. Вдох. Включаем позвоночник. Помним, как мы двигались в прошлый раз. Мы разгибаемся, выталкиваем грудную клетку. На вдохе выдох. Чуть вкругляем спину. И ищем в движении целостность. Ощущение того, что мы сейчас движемся всем телом полностью. Это не руки просто летят вверх, а все тело включается в движение. Если дыхание немножко сбивается, ничего страшного. Движемся, дышим, как получается пока что. И ритм. Вы можете двигаться чуть медленнее, чем я. Можете чуть быстрее. У каждого будет свой индивидуальный ритм. И очень важно его найти. Как вы поймете, что это тот ритм, который нужен? Ну, вы будете меньше уставать в нем. Усталости, в принципе, быть не должно от этого упражнения. И вам просто будет становиться все комфортнее и комфортнее днем. Вы будете чувствовать, что все тело пробуждается, активизируется, и вы чувствуете больше тонуса. Так что ищем свой подходящий ритм. Вдох, выбрасывая руку вверх. Выдох, опускаемся. Вдох, выбрасывая руку вверх. Прошу вам. Продолжаем еще. Колени. Такая тоже распространенная ошибка. Часто колени сходятся внутрь. Вот таким образом. Или расходятся, наоборот, в стороны. Ну, я утрированно сейчас показываю, но так иногда бывает. Мы представляем, как будто бы у нас между ног зажат такой мячик, фитбол. И он не позволяет нашим коленям ни сойтись, ни разойтись. То есть постоянно колени тоже параллельны, как и наши стопы. Стопы, кстати, тоже проверяйте. Потому что они могут расходиться в стороны. Или, наоборот, сползаться внутрь. Очень важно, как они стоят. Так как от этого зависит положение таза и всего позвоночника, крестца. И тот эффект, который вы получите от занятия. Хорошо. Еще несколько таких циклов. И постепенно начинаем амплитуду уменьшать. Руки уже так высоко не летят. Просто несколько таких покачивающих, сбрасывающих движений. И сразу не бросаем движение, а просто позволяем ему сойти на нет. Все меньше и меньше делаем амплитуду. Хорошо. Отмечаем, что сейчас поменялось. Можно прикрыть глаза. Почувствовать тело. Почувствовать, что в нем сейчас происходит. Как стало больше движения, больше тепла. Возможно, настроение стало чуть лучше и уже не так сильно хочется спать, как в начале. Следующее упражнение. Я покажу его пока что боком. Ну, я думаю, вы его хорошо помните. То одна, то другая рука летит вперед. Мы здесь точно так же сгибаем, разгибаем колени. И здесь, как и в прошлом упражнении, движение от ног, от пола. Мы выталкиваем себя стопами. О том, как летят ваши руки, насколько это смотрится красиво, эстетично и так далее, мы вообще не думаем. Думаем о том, как их постоянно сбросить вниз. Да, то есть движение, акцент движения не на том, чтобы их выбросить вверх, а на том, чтобы все вниз, вниз сбросить. И это движение мы тоже стараемся делать всем телом. Целого сна. В каждом из нас заложена какая-то своя индивидуальная привычка движения. Есть слабые мышцы, которые мы привыкли не включать в движение. Есть сильные мышцы, которые мы используем постоянно в нашем движении. Все эти структуры, они такой своеобразный 3D рисунок. Напряжение и фото. Это не до конца включенных мышц в теле. Все это получилось за все эти годы. Да, там сколько? Ну сколько, 18. И поэтому мы привыкаем к определенным эмоциональным состояниям. Это тоже очень взаимосвязанные вещи, потому что наши эмоции, они напрямую связаны с нашим восприятием и состоянием нашего тела. Поэтому сейчас через эти упражнения мы с вами делаем такую перезагрузку. То есть мы постепенно выбираем тот паттерн движения, к которому мы привыкли, ту привычку, и переходим к более оптимальному, более здоровому, более здоровой привычке двигаться. То есть эти движения, они, по сути, обнуляют напряжение внутри и очищают тот паттерн движения, к которому мы привыкли. Хорошо. Продолжаем. Сегодня мы немного меньше сосредоточимся именно на махалках, потому что нам очень нужно двигаться дальше. В конце будет по второй половине занятия, много новых интересных техник. Хорошо. И здесь мы тоже, когда мы заканчиваем это движение, мы не бросаем его сразу. Мы просто постепенно-постепенно делаем его чуть меньше. Как бы позволяем движению уйти внутрь. И прекращаем его, отмечаем, что появилось внутри, какие сейчас ощущения в теле, в мышцах. Делаем плавный вдох. И переходим к следующему упражнению. Руки выбрасываем в стороны вверх. То левая, то правая рука летят сверху. Мы как бы греемся на морозе. Грудная клетка тоже раскрывается, включается позвоночник, сгибается, разгибается. Коленями себя выталкиваем вверх. Вдох, выдох. Синфронизируем по возможности с дыханием. Помним про мячик футбола, зажатый между коленями, который не позволяет нашим коленям сходиться внутрь и расходиться в стороны. И про параллельные стопы. Ищем ощущение тонуса, ищем ощущение подвижности в теле. Этим упражнениям хорошо бы посвящать хотя бы по 5 минут в день. Каждому из отдельных махалков сначала руки вперед-назад где-то 5 минут, другая махалка 5 минут. В целом, именно на комплекс махалок у вас войдет 15 минут, и с утра это отличная такая подзарядка для того, чтобы войти энергично в новый день. Кое-что еще добавится сегодня. Скоро уже приступаем к новым упражнениям. Хорошо. Еще несколько таких циклов. Сейчас можете попробовать какой-то другой вариант поискать. Последние такие махи. Немножко там отклониться назад, вперед. Просто поисследовать, как именно можно здесь двигаться. Может быть, как-то по-другому. И здесь мы тоже постепенно начинаем заканчивать, но не бросая это движение, а позволяем ему сойти на нет и уйти внутрь. И тоже в самом конце, когда уже движение прекратилось, прикрываем глаза. Отмечаем изменения в теле, изменения в состоянии настроений. Делаем глубокий плавный вдох. Такой же глубокий плавный вдох. Открываем глаза. И следующее, что мы делаем. Разрываем коврик ногами. Ставим чуть стопы пошире. Переносим вес на пятки. Сгибаем колени. И максимально включаем сейчас ноги, бедра. Толкаем пятками, стопами коврик или пол. В зависимости от того, на чем вы стоите, стороны. Руки могут лежать на животе. Можно на бедрах. То есть руки свободно. И сильно-сильно-сильно толкаем стопами коврик или пол, стороны. Как бы стараясь разорвать. А при этом здесь поясницу, да, то есть прогиб может сам собой даже получаться. То есть таз уходит назад и поясница становится такой круглой. Мы чуть-чуть подбираем таз на себя, так, чтобы у нас получилось сзади такое нейтральное положение. Не должно быть такого, но и такого тоже. То есть ровно здесь спина. И сильно-сильно продолжаем толкать. Постепенно наращивая это давление. Постепенно еще сильнее, сильнее, сильнее давим. Еще чуть-чуть. Еще немножечко. И плавно отпускаем. Опускаемся вниз. Ноги прямые. Расслабляемся. Плавный вдох, плавно выдох. Это движение убирает очень многие такие узелки напряжения. Тоже чуть-чуть подробнее позже об этом расскажу. И реверсионные махи. Либо становимся, беремся за стену. Либо, ну, лучше, конечно, не браться. Просто мы выталкиваем, выбрасываем ногу вперед. И разворачиваемся корпусом ноги. Подпружиниваем опорную ногу. То есть мы постоянно приседаем на ней. И выталкиваем ногу вверх. Разворачиваемся животом в бедру. Здесь мы тоже, ну, может быть, чуть-чуть сложнее в этом упражнении почувствовать вот этот толчок от пола и движение всего тела. То есть хочется по привычке именно мышцами ногу поднимать, которая у нас сейчас движется. Но мы стараемся все-таки это делать опорной ногой, чуть-чуть подпружинивая, выпрямляя и сгибая колено. Ну, а то есть здесь тоже движение идет всем телом целостно. Чуть-чуть помним, да, вывешиваем таз. Если чувствуем, что наша нога начинает биться по пол, по коврик. Хорошо. Еще несколько таких махов. Если, кстати, у вас устает нога опорная, на которой вы стоите, то тогда мы можем менять ноги. И там чуть-чуть помахали, несколько сделали махов на одной и на другой. Совершенно нормально. Лучше, чем стоять и терпеть напряжение, это ни к чему. Хорошо. Следующая нога. Сгибаем, разгибаем колено. Помним про то, что наш корпус тоже включается, разворачивается. Стопа расслаблена. Постарайтесь ее сильно на себя не натягивать. Да, то есть нога в целом, которая двигается у нас, она должна быть такой мягкой, ненапряженной. Хорошо. Еще несколько махов. И мы заканчиваем. Следующее, что мы с вами будем делать. Мы переходим к следующим нашим упражнениям. И сейчас я попрошу вас опуститься. Стать. Колени находятся под тазобедренными суставами. То есть ни назад, ни вперед. Вот четко попробуйте выставить стат. И колени где-то вот на ширине таза. Ладони ставим под плечи. Вот плечевые суставы. И расслабляемся. Полностью расслабляем спину, провисаем, расслабляем шею. Вот такое должно быть положение. Если вы видите пол, скорее всего у вас голова, шея не расслаблена. То есть, скорее всего, вы будете видеть стену сзади. Просто провисаем. И с вдохом мягко выталкиваем макушку и копчик вверх. С выдохом круглая спина. Снова делаем вдох. Прогибаемся. Выдох. Круглая спина. И после вдоха опускаемся и расслабляемся. Снова провисаем на четырех опорах. И мы начинаем двигаться. Мы выталкиваем таз вправо. Позвонок за позвонком. Выталкиваем след за тазом в одну сторону. И потом начинаем двигаться влево. И позвонок за позвонком. Выталкиваем спину влево. Потом снова вправо. То есть, это такая диагональная волна. От таза к ключу. Шея при этом движется расслабленно. Ну, вы сейчас можете пока что посмотреть. Какое-то время. И потом включиться, начать двигаться сами. Голова висит. Мы просто лягко покачиваемся в одну, потом в другую сторону. И при этом мы стараемся максимально тщательно включиться позвоночником. То есть, мы как бы, если показывать, да, это так, то мы выталкиваем там таз в одну сторону. И вот стараемся выйти позвоночником, позвонок за позвонком в другую сторону. Потом в другую сторону. И вот такое должно быть движение, как будто бы позвоночник смещается. Потом за ним еще один. И вот дальше вся спина пошла в движение. Продолжаем двигаться. Могут быть разные ощущения с левой, с правой стороны. Немножко разный тонус. Где-то спина будет ощущаться чуть напряженнее, где-то не так напряженно. И мы просто отслеживаем эти моменты. Отслеживаем, как мы чувствуем спину. Как мы ощущаем свое тело. Очень важно здесь акцент удерживать именно на расслаблении. То есть, мы стараемся отпустить все, что нам не нужно. Все, что не должно участвовать в этом движении. Такие очень мягкие, но при этом достаточно тщательное покачивание. То есть, мы стараемся максимально включить каждый позвоночник. Если что-то непонятно, пишите вопросы. Да, оно становится понятно с процессом делания. Я на все эти случаи посмотрю. Так, вопросов. Нет, вопросов нет. Хорошо. Продолжаем двигаться. Довыталкиваем. То в одну сторону позвонок за позвонком, то в другую. Мягко, как бы проминаем. Все. Мягко, как бы проникнуть. Мягко, как бы проникнуть. Мягко, как бы проникнуть. Хорошо. Хорошо. Еще несколько таких покачиваний. И следим за тем, чтобы наши колени не разъезжались. То есть, ну, есть такое, когда мы там стоим, как-то тело чуть-чуть начинает перестраиваться. Мы стараемся их все-таки удерживать под тазом. Колено под забедренным суставом. И то же самое руки. Ладони под плечевыми суставами. Руки могут чуть-чуть подсгибаться. Локтем. Расшуем. И мы постепенно заканчиваем. Так же, как и в тех упражнениях, не сразу бросаем. Возвращаемся в центру. Снова делаем плавный вдох, выталкиваем общенькую вокружку вверх. Выдох. Круглая спина. Снова вдох. И выдох. И сейчас движение очень похоже. Оно тоже волнообразное. Но если мы здесь двигались в горизонтальной плоскости, мы начинаем двигаться вертикально. Я сейчас покажу. Есть смысл пока что посмотреть, а потом попробовать. Чтобы было понятнее. Сначала мы делаем круглую спину. Мы выталкиваем, выгибаемся максимально вверх. Раскрываем область между лопаток. Чуть-чуть подтягиваем на себя таз. И несколько раз переносим вес тела вперед. Потом назад. Как бы долго выталкиваем позвонок за позвонком вверх. То больше опираемся на руки, то больше опираемся на бедра, на ноги. Вытягиваем поясницу здесь. А здесь вытягиваем область между лопаток. И после того, как вы это сделали, мы начинаем двигаться. Мягкой волной накатываемся вперед. Провисаем здесь на руках. С выдохом подгибаем руки. Уходим вниз грудной клеткой. Откатываемся назад, вдох, движемся вперед и вверх. Выдох. Назад и вниз. И продолжаем в том же духе. При этом, если вот в этом моменте у вас сложно удерживаться вниз, то есть падаете, бывает такое, когда руки еще недостаточно сильные, ничего страшного. Вы можете чуть-чуть хотя бы подсгибаться в локтях. Главное, чтобы было движение суставов. Вдох. Корпус движется вверх и вперед. Выдох. Вниз и назад. Пробуем, если вы еще не начали. Включаемся. Давайте вместе с самого начала. Делаем выдох. Несколько раз перекатываемся то вперед, то назад. Долу выталкиваем поясницу, потом вверх. Возвоночника. Вперед. И начинаем двигаться. Волной на вдохе. Выталкиваемся вперед. Провисаем здесь на руках. Выдох. Сгибаем локти. И движемся назад. Вдох. Позвонок за позвонком. Выталкиваем вверх и вперед. Выдох. Вниз и назад. Вдох. Снова вверх и вперед. Вдох. Вниз и назад. Выдох. Если у вас начинают болеть запястья, вы можете попробовать это сделать на локтях. Можно на пальцы. То есть поищите тот вариант, на котором, где вам комфортнее. Опять же, если болит запястье, то чаще всего мы просто слишком сильно переносим вперед руку и получается острый угол здесь. Это травмоопасно, поэтому старайтесь не уходить рукой за само запястье, за кисть. Такой момент вроде бы деталь, но также это очень важно. Выдох. Уходим назад и вниз. Вдох. Вперед и вверх. Выдох. Вниз. Вдох. Вперед и вверх. И мы максимально вдох выталкиваем позвонки, как только можем. Включаемся спиной. Шея при этом тоже участвует в движении обязательно. Это тоже продолжение линии позвоночника. Продолжаем двигаться. Проминаем позвонки внутри. Вдох. И потом мы провисаем на руках. Низ живота в легком тонусе, для того, чтобы поясница не перенапрягалась. Начинаем двигаться в обратную сторону. С выдохом мы выталкиваем круглую спину назад и вверх, вдох, вперед и вниз. Все то же самое, просто движение в обратную сторону. Выдох, назад и вверх, вдох, вперед и вниз. Максимально погружаемся в ощущения тела. Ищем ощущение подвижности, тонуса. Плавности и текучести движения. И стараемся тщательно включать каждый позвоночек. Думаю, выталкивать его то вверх, то вниз. Эти движения обладают очень энергонасыщающим эффектом. И при этом они точно так же, как и мыхалки, снимают с позвоночника тело очень много напряжения. Распределяем гармонично тонус мышц до спины, до позвоночника. Хорошо. Если у вас устают руки, то вы можете просто сесть, это называется, поза ребенка, до вытянуть руки и расслабить плечи. И чуть-чуть подышать. Мы делаем последний цикл. Снова садимся на пятки. И отсюда вдох, толкаем спину вверх и вперед. Выдох, вниз и назад. Снова вверх и вперед, вдох, вниз и назад, выдох. И теперь в обратном направлении вдох, вперед и вниз, выдох, назад и вверх. Хорошо. Ослабляем руки. Отпускаем все. И хорошо упражнение, цикл упражнений завершает спиральными движениями. Поэтому мы сейчас делаем с вами спиральную махалку. Поднимаемся. Снова подсгибаем колени. И начинаем двигаться. Руки плетьем, просто мы их выталкиваем ногами. Сейчас, если руки в принципе не очень сильные, то вы можете ощущать некоторую усталость. Сейчас она пройдет, вот это вот движение. Расслабляются руки, расслабляются плечи. Колени ходят над стопами, вперед-назад. То есть мы стараемся не, как бы, колени не заваривать внутрь и стороны. Плечи свободные, руки свободные, все расслабленное. Голова слегка фиксирована. Смотрим на точку перед собой или, если прикрыты глаза, то тоже все равно смотрим, просто голову не поворачиваем вслед за корпусом. Да, то есть мы глаза прикрываем, но направление взгляда все равно вперед. Хорошо. Я вам здесь рекомендую прикрыть глаза и почувствовать сейчас свое тело, почувствовать, как вы движетесь. Почувствовать движение в суставах, плечах, коленях, позвоночнике. Почувствовать, как стопы сейчас давят в пол, насколько они одинаково давят. Или какая-то стопа сейчас сильнее давит. Наблюдайте за этим. Продолжаем двигаться. Чуть-чуть подбородок толкаем к шее, для того, чтобы раскрыть заднюю поверхность шеи. То есть голова лицом не вверх, а вот немножечко как бы подводим, прижимаем подбородок в комфортном для себя положении. Отлично. Еще двигаемся. Несколько циклов. И постепенно начинаем уводить движение вовнутрь. Ставим стопы вместе. И образ водоросля. Глаза прикрыты. Представляем, что мы водоросль, которая держится камнями за дно океана. Нас чуть-чуть покачивает водой, волнами. И мы начинаем двигаться. При этом, если вы чувствуете, что тело очень сложно включается в эти движения, то можно ему слегка помочь толкнуть в любую сторону. И постепенно движение начнет увеличиваться, будет становиться более амплитудно. Достаточно вот просто первоначального импульса. Если, наоборот, амплитуда слишком сильная и страшно упасть, вытерять равновесие, тогда выставляем другую ногу вперед. Начинаем двигаться. Полностью все отпускаем, расслабляем, позволяем телу двигаться так, как ему хочется, так, как его качают волны. И ищем удовольствие в этих движениях, приятные ощущения. У меня даже чуть-чуть сильнее начало штормить. Хорошо. И в какой-то момент, может быть, у кого-то уже сейчас, тело начнет искать баланс, начнет искать центральную линию. По которой будет выстраиваться. Но в какой-то момент становимся таким столбиком. При этом, если вы чувствуете, что движение еще продолжается, то побудьте еще в этом движении. Дождитесь состояния, когда все возвращается к центру. И сохраняем это состояние. Мы ложимся. Ложимся на пол, на коврик. Укладываемся. Опускаем спину. И ставим ноги подсогнутые. Оставляем. Не выпрямляем. Кладем руки на живот. И сейчас прислушайтесь к дыханию в этой зоне. Прислушайтесь к движению вдоха в животе. Почувствуйте, как на вдохе сейчас приподнимается стенка живота, а на выдохе мягко опускается. Снова главный вдох. То, что мы делали в самом начале, только здесь мы это делаем лежа и не надавливаем руками. То есть дыхание максимально расслабленное. И мы ищем движение дыхания в животе. Наблюдаем, как живот расширяется, приподнимается ладони сами собой за счет движения дыхания. А на выдохе стенка живота мягко опускается и опускаются наши ладони. При этом дыхание само по себе может сейчас углубляться и удлиняться. Мы чувствуем, как движется на вдохе наша спина. Может появиться ощущение того, что поясница как бы расправляется изнутри на вдохе. Чуть-чуть больше начинается прикасаться с полом. А на выдохе немножко приподнимается. После очередного вдоха мы кладем руки на грудную клетку. Чуть выше. И сейчас акцент больше на грудной клетке. Но, как получается, на вдохе сначала приподнимается живот, потом грудная клетка. А на выдохе опускается грудная клетка, потом живот. Как ваза, в которую мы наливаем воду и сначала наполняется вниз, а потом вверх. И когда мы выливаем по ассоциации с выдохом, сначала опустошается вверх, потом вниз. То же самое здесь. Давайте вместе. Вдох. Расширяется живот. А потом грудная клетка. Выдох. Опускается грудная клетка, потом живот. Пробуем. При этом, если вы чувствуете, что это дыхание сейчас с трудом получается, такое тоже бывает. И появляется больше напряжения в силе, то сейчас просто постарайтесь дышать максимально расслабленно, так как вы можете. Но в целом мы стремимся к тому, чтобы сначала расширялся на вдохе на живот, потом грудная клетка. И опускалась грудная клетка, потом живот. Волнообразное дыхание. Совершенно нормально. Если сейчас захочется спать, пусть это состояние будет, оно скоро будет проходить. Позвольте просто, если начинает клонить в сон, ничего страшного, расслабьтесь. И после очередного вдоха и выдоха мы выпрямляем ноги и ложимся уже удобно. Устраиваемся так, чтобы положение тела не менять. Прикрываем глаза. Просто сейчас лягте максимально удобно. И направьте внимание в область соприкосновения тела с полом. Просто почувствуйте, как вы лежите, как ваше тело дает вес в пол. Почувствуйте ваши ноги, как они лежат на полу, с каким весом они давят в пол. Почувствуйте ваш таз, как он лежит. Насколько он тяжело сейчас ощущается. Почувствуйте пояс живота и поясницы. Насколько высоко ваша поясница сейчас находится над полом. Глаза прикрыты по-прежнему. Почувствуйте спину, мышцы вдоль позвоночника. Почувствуйте грудную клетку. И как сейчас в объеме корпуса движется ваше дыхание. Как расширяется живот, приподнимается грудная клетка на вдохе. И как с выдохом опускается грудная клетка и выдох. Наблюдайте за движением дыхания. Почувствуйте руки. Как они лежат на полу. Почувствуйте шею. Если вы чувствуете напряжение в этой зоне, в зоне шеи, то можно несколько раз перекатить голову влево, потом вправо. И вернуть в центр. Почувствуйте голову. Как она дает вес в пол через затылочные кости. И расслабьте нижнюю челюсть. Можно даже чуть-чуть приоткрыть рот, если вы чувствуете, что там есть напряжение. Расслабьте мышцы лица, расслабьте глаза, область межбровия, кожу под волосами. И постарайтесь даже язык расслабить. И почувствуйте все тело целиком. Весь его объем. Перенесите внимание сейчас на ваше дыхание, на процесс расширения над духи и мягкого уплотнения к центру выдохи. Вы просто понаблюдаете за тем, как сейчас движется ваше дыхание внутри вас. За его ритмом, за тем, насколько оно плавное, глубокое. И полностью отпустите внимание, позволите ему расшириться. При этом, даже если ваше внимание на что-то отвлекается, на звуки, на ощущения, мысли, на что угодно, мы ничего с этим не делаем. Мы, как зрители, которые наблюдают за происходящим, за тем, что сейчас происходит в нашем восприятии. Никак не оценивая и никак не пытаясь на это повлиять. Ну, просто наблюдатели, которые смотрят за движением облаков. Облака имеют свойство рассеиваться, а небо всегда остается небом. Это фон, фон расслабления сейчас. Погубите еще немного в состоянии. Послушайте себя. И сейчас постепенно возвращаем снова внимание в тело. Вдыхание. Делаем несколько глубоких вдохов, выдохов. Сжимаем, разжимаем пальцы рук, пальцы ног. Несколько раз перекатываем голову влево, вправо. Можно хорошенько потянуться. И мы не спешим вставать. Мы аккуратно переворачиваемся на любой бок. Почувствуйте, на какой бок вам сейчас больше хочется перевернуться. Перевернитесь на него. И аккуратно помогая себе руками садись. Важно вставать через бок, потому что, когда мы поднимаемся прямо, наше тело запоминает такой патент выдоха, связанного с меньшим количеством энергии. Обрата тоже чуть позже. Встаем сейчас через бок. И садимся. Садимся, устраиваемся удобно. Побудьте еще буквально пару секунд в тишине. Настройтесь на этот день. Можно опять же прикрыть глаза. Просто сейчас сидя, поделаем. Представляем мысленно наш день сегодняшний. Самый позитивный его вариант. Самые позитивные свои действия, намерения. И подумайте о том, что вам хотелось бы сегодня сделать для себя. Что хорошего. И подумайте о том, что вам бы хотелось сделать хорошего для других. Для окружающих вас близко. Что же делаем? Выводьте плавный вдох. Открываем глаза. Хорошенько растираем ладони. До жара. Несколько раз его можно попробовать. Хорошенько проходимся каждый пальчик. Растираем. Это проекция нашего тела. Мы таким образом можем себя очень хорошо активизировать. Рекомендую это вставлять в течение дня. На работе, особенно когда уже не остается сил. Растираем уши. И мочки, и раковины хорошенько растираем. Там тоже очень много активных точек. И очень полезно их периодически проминать. Растираем кожу под волосами. Лицо. И садимся к компьютеру. Напишите сейчас, пожалуйста, как вы себя чувствуете. Опять же, если возвращаться к нашей шкале. От 1 до 10. Какие у вас на сейчас ощущения? И что традиционно, что пошло из занятий? Есть ли у вас вопросы? Тоже, пожалуйста, сейчас пишите в чате. Что далось легко? Что было не совсем понятно из наших новых упражнений? Напомню, мы сегодня делали Волны. Мы сегодня делали Диагональную волну от таза к плечам. Мы делали полное дыхание. Это из нового, когда мы Дышали животом, потом дышали Грудной клеткой. Была еще волна прямая, когда мы Выталкивали спину вверх Вперед На вдохе На выдохе Вниз и назад Пишем Отлично! Прохрустели суставы Особенно, когда была водорослей Замечательно! Когда хрустят суставы Это, ну, на самом деле Горит о том, что Ваше тело перестраивается И это хороший признак Махалки были уже лучше Отлично! А в прошлый раз Не очень, да? Пошли! Ну, с 5 до 8 Это замечательный результат Так! Жду еще Отзывов Мало было чего Именно Махалок в прошлый раз было мало Ага, понятно С 6 до 7 Прекрасно! Молодцы! Волны сложнее технически, чем махалки Да, да Там немножко Ну, это тоже навык Поначалу будет сложно поймать Вот эту Вот эту схему движения Но потом постепенно Вы привыкнете Просто будет гораздо Проще Ну, и опять же, да Вот Махалки сейчас проще, чем в прошлый раз Ну, просто, когда мы что-то делаем в первый раз Ну, не совсем все понятно Просто надо делать И постепенно будет становиться легче это делать По эффекту они Еще более энергонасыщающие, чем махалки То есть, если махалки Вот, да Опять же, касаясь домашнего задания Я вам сейчас рекомендую Волны оставить на утро И делать больше акцента на волнах с утра А вечером включать махалки Ну, по эффекту будет то, что надо Ну, опять же, слушаем себя И если вам сейчас действительно хочется делать махалки Если они вас вдохновляют Делаем махалки И на самом деле И то, и то упражнения Это вот Ну, очень важно их сейчас делать По тому, что По рекомендациям У вас, получается, будут выходные Суббота, воскресенье И вот очень бы хотелось Чтобы вы этим упражнениям Уделили чуть больше времени Хотя бы минут сорок Поделали махалки И хотя бы минут сорок волны По возможности Понятно, что у каждого Там очень много своих планов Все очень загружены Но постарайтесь выкроить время Минимум хотя бы пятнадцать минут в день Мы уделяем упражнению Лучше больше, конечно И что касается Вот был вопрос по поводу того Как просыпаться проще утром Постарайтесь Перед тем, как вы ложитесь спать Ну, то есть вы уже легли И вы уже лежите в кровати И вот то, что мы делали с вами сегодня В самом конце упражнения В самом конце занятия Мы проходимся Вниманием по телу Мы чувствуем ноги Мы чувствуем таз Мы чувствуем И поднимаемся дальше Так вверх-вверх Каждый раз Даже когда вы просто Приносите внимание на тело Когда вы отмечаете Как вы лежите Уже включается процесс расслабления Уже ваше тело реагирует На ваше внимание И отход ко сну Он, ну, вы просто Более качественно выспитесь И с утра вам будет Гораздо проще вставать Что касается Как с утра Привести себя В бодрое состояние То инструменты у вас Тоже уже есть Все наши прохлопывания Все вот дыхания Да, то есть То, что мы делали На первом занятии Остается Прохлопывание Дыхание Махалки Реверсионные махи Ногами Толкаем Когда ногами Коврик Все это тоже остается Спиральная Махалка И водоросль Тоже Настройка на новый день Вот это лучше всего делать Конечно В конце занятия И теперь еще Добавляются волны Просто чередуем Пробуем И волны И махалки включать Плюс еще Такие рекомендации От нас С Настей По питанию Мы стараемся Сейчас перейти На раздельное питание То есть мы Кушаем отдельно Белки и углеводы Очень много информации Думаю, что Вы и так знаете О том, что такое Раздельное питание Но если не совсем понятно Очень много доступной информации На эту тему есть И мы Также стараемся Последний Прием пищи Заканчивать Ну понятно Все работают И до 6 Как в идеале Это сложно Нереально Но хотя бы До 7 До 8 часов И делаем Если уже кушаем Поздно То делаем его Просто максимально легким Это могут быть Какие-то Тушеные овощи Салатик Что-то Кашки Что-то максимально Здоровое Легкое И Переносим Основной прием Пищи на обед На утро А вечером Уже Оставляем Такой Легкий И Очень рекомендую Еще включать С утра В Тоже можно Как практику Контрастный душ Если вы Еще его Не используете Если Холодная вода Воспринимается С трудом Такое бывает То мы Просто По чуть-чуть Делаем Главное Чтобы была Горячая вода И чуть холоднее Потом еще Горячая вода И еще чуть холоднее То есть мы Движемся во всем Маленькими шажками Это касается всего И упражнений И еды По чуть-чуть Попробовали Немножко Сделали прохладнее Привыкли В следующий раз Еще чуть прохладнее И вот Включаем Утром Контрастный душ Делаем его Перед Упражнениями И вы почувствуете Как вам Действительно Гораздо проще Гораздо Легче Будет просыпаться И также Не забываем Про то Что у нас Хотя бы Пять минут В день Мы уделяем Просто тому Чтобы посидеть Побыть с собой Наедине Время тишины Время паузы Находим Для себя Такое Время Стараемся В течение дня Это делать Ну что Спасибо вам За Участие Спасибо вам За то Что вы Все Сегодня сделали Попрактиковали Домашнее задание Мы выложим Напишем И в группе Выложим вместе С ссылкой На запись И оно Придет вам На почту Также Вы можете По прежнему Есть желание Действовать Спасибо Отлично Это очень хорошо Также вы можете Просматривать Все делать По записи Если есть вопросы Можете прямо сейчас В чате писать Я еще какое-то время Буду здесь Можете писать В личных сообщениях На фейсбуке И я вам желаю Сегодня Прекрасного Дня Полного Свершений И до новых встреч Мы встречаемся С вами в субботу В субботу Будет Настин вебинар На тему Вдохновения Мы еще Предварительно О нем напишем Выложим ссылку Так что До встречи Спасибо всем Счастливо До новых встреч Продолжение следует Продолжение следует